Привет друзья! Сейчас будет небольшой новостной выпуск игры Way of the Hunter. Игра вышла 16 числа этого месяца, то есть буквально неделю назад, но в неё уже успели поиграть многие. Мнения о данной игре очень сильно разделились, кому-то игра зашла, кто-то запросил возврат средств в стиме после получаса игры, и конечно же многие вообще не будут покупать игру, поскольку считают её сырой и что она не стоит своих денег. Ну что ж, я ближе конечно к ребятам, которым игра зашла, но насчёт того, что игра сыроватая и требует многих доработок тоже не могу не согласиться. Итак друзья, разрабы не забыли про нас, отзывы читаются, проблемы решаются. Я сейчас расскажу про проблемы игры, новок введения в ближайших патчах и что вообще разрабы говорят нам о планах в будущем. Погнали! Цитирую. Мы завалены вашими отзывами и пытаемся ответить на ваши вопросы, предложения и отчёты об ошибках. Мы очень рады видеть, что многим из вас нравится наше видение настоящей игры про охоту. Однако, также очевидно, что нам нужно решить некоторые технические проблемы и довести некоторые функции до уровня, которого вы ожидаете. Взгляните на проблемы с наивысшим приоритетом, которые будут исправлены в первых патчах. Ну что ж друзья, приятно слышать, что разработчики имеют большие планы на игру и будут делать её лучше. Но это только слова, поэтому будем видеть сами. И вот проблемы, которые у них в приоритете. Исправление ошибок на PS будет добавлен ползунок F.O.V. Аббревиатура, кто не знает, объясню. Это настройка, которая отвечает за поле зрения. Это есть во многих играх, в том числе и The Hunter Call of the Wild. То есть мы сможем его настраивать и играть как нам удобнее. Способность менять привязки клавиш. Кстати, я вообще не понимаю, почему этого не было сразу же в игре. Настройка управления это очень важно. И я слышал много негативных отзывов на эту тему. Ну хорошо, что это всё-таки будет. Как говорится, лучше поздно. Теперь поговорим про вопросы, которые часто озвучивают игроки. И которыми разработчики уже занимаются. Проблемы стабильности геймплея мультиплеер. Постоянные ошибки с аудио. Оптимизация производительности на всех платформах. Модель игрока. Варианты цвета для Тальтоника. Вот как-то так. Но насчёт оптимизации, то это хорошая новость. Если они как-то всё-таки порешают эту проблему, то это может вернуть в игру некоторых игроков. Поскольку, опять же, некоторые ребята просто делали возврат средств именно из-за оптимизации. Короче, по словам разработчиков, игрой занимаются и будут заниматься. Это дело времени. Нам остаётся только ждать. Теперь про нововведения, которые тоже будут в следующем патче. Дополнительная производительность, оптимизация и исправление ошибок. Это понятно. Поддержка DLSS на БК. Ребята, это дополнительная настройка сглаживания. Пакет оружия. Новые бинокли. Новые миссии. Новые животные. Бурый медведь и, я так понимаю, ещё будут какие-то животные. Уникальные, редкие животные. Это тоже прикольно. И с нами поделились инфой про новинки, которые появятся в скором времени. Не в следующем патче, возможно, но в скором времени. Новые типы оружия. Новый автомобиль. Новые виды боеприпасов. Способность менять калибр. Новые лицензированные винтовки и наборы оборудования. Новые виды охотничьего снаряжения. Карта DLC1 и карта DLC2. Слушайте, ну сколько всего, что можно подавиться слюной. А как вам инфа про автомобиль? Я так понимаю, будет новая модель авто и я очень надеюсь, что он будет ездить. А то что-то этот как черепаха. Джип сделали, а ездить не сделали. Почему-то они так решили. Ну ладно. Способность менять калибр. Это очень важная механика в подобных играх. И опять же, непонятно, почему ее не было сразу. Но имеем, что имеем. Очень интересно, какое снаряжение и оборудование они нам завезут. И конечно же, дополнение. То есть DLC. Что это будет и какая будет цена всего этого. Честно говоря, я немного заинтригован. И жду обещанного. Надеюсь, они люди слова. Если я был вам полезен, ребята, оставьте комментарий. А если не подписаны, то прошу подписаться. Поскольку следующий ролик будет про охоту в Way of the Hunter. И в дальнейшем я буду делать видосики про эту игру. Всех люблю, обнимаю. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok